Добро пожаловать в обучающий курс по настройке слайдер-диаграммы. В этом видео мы создадим диаграмму с областями накопления и рассмотрим все ее функции. Переходим на новый слайд, находим вкладку слайдер и выбираем слайдер диаграммы. В появившемся окне слева находим диаграмму с областями накопления и настраиваем ориентацию, сурубленные углы, градиентные цвета и отображение осей. После того, как все настроено, нажимаем кнопку создать. Диаграмму можно создать двумя способами. Первый – нажать на кнопку редактировать данные и ввести все данные вручную. Второй – загрузить уже готовый excel файл. Для этого нажимаем на кнопку добавить привязку из другого документа. Выбираем файл, нажимаем кнопку открыть. Затем зажимаем клавишу shift и выбираем все данные, которые должны быть в диаграмме. После нажимаем кнопку завершить выбор диапазона. Теперь давайте приступим к настройке диаграммы. В первую очередь щелкаем в свободном месте правой кнопкой мыши. И здесь мы видим основные функции. Это скрыть или показать легенду, скрыть или показать итоговые метки, скрыть или показать метки сегментов, скрыть или показать ось категории, а также скрыть или показать ось значений. Для начала давайте сделаем так, чтобы были видны итоговые метки. Для этого снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем показать итоговые метки. Теперь давайте уберем ось значений слева, так как она уже дублирует ту информацию, которая есть в диаграмме. Снова щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем скрыть ось значений. Теперь настроим внешний вид итоговых меток. Для этого нажимаем на кнопку настройки стиля и здесь настраиваем итоговые метки. Здесь вы можете настроить текст, его размер, шрифт и стиль обычный или полужирный, а также цвет текста, числовой формат, разрядность и добавить постфикс. В нашей диаграмме нет отрицательных значений, но если бы они были, то их можно было бы также настроить одной кнопкой, вот этой. Обратите внимание, что вы также можете настраивать внешний вид каждой отдельной метки на диаграмме. Для этого щелкните по ней левой кнопкой мыши и здесь вы можете настроить текст, выбрать цвет, настроить абсолютное значение или значение в процентах, выбрать числовой формат, разрядность или добавить постфикс. Теперь посмотрим, какие настройки доступны для осей. Для этого щелкните на ось левой кнопкой мыши и здесь вы также можете настроить текст, его цвет, скрыть ось или скрыть только линии оси. Чтобы настроить положение легенды, щелкните левой кнопкой мыши справа или слева от легенды и выберите позиции сверху, снизу, слева или справа. Чтобы настроить текст в легенде, снова щелкните левой кнопкой мыши и выберите шрифт. Кстати, если вы хотите отменить какое-либо действие, просто нажмите на кнопку отменить. Для повтора нажмите кнопку повторить. Теперь давайте рассмотрим, как можно перекрасить область в диаграмме. Для этого щелкните левой кнопкой мыши по области и здесь вам доступна функция сглаживания, интерполирование. Это полезно в том случае, если, например, в таблице не хватает данных. При включенном интерполировании линия будет дорисована автоматически, даже если есть пустые столбцы, а также цвет области. После того, как все настроено, давайте добавим стрелку разницы уровней. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на нужный маркер и выберите разницу уровней. Затем протяните стрелку к тому маркеру, с которым хотите сравнить. Кстати, внешний вид стрелки также можно настроить. Для этого щелкните по ней левой кнопкой мыши. И здесь вы можете выбрать абсолютное значение или значение в процентах, выбрать настройки текста, обводки, ее тип и цвет, а также фон и тип и цвет стрелки. Все настройки также применится и ко всем последующим созданным стрелкам. После того, как диаграмма полностью настроена, обязательно нажмите на кнопку «Сохранить». И теперь можно подогнать диаграмму под размер слайда. Диаграмма готова. Создавайте диаграмму быстрее с помощью настройки слайдер-диаграммы.